Приветствую вас! Меня зовут Илья Улерман. Я помогаю людям справляться и контролировать свои чувства. Сегодня я хотел бы с вами поделиться одним простым инструментом, который поможет вам, а может вашим близким или друзьям, немножко изменить себя, изменить какой-то из качеств. Ну что, приступим! Несмотря на то, что инструмент прозвучит банально, поверьте мне, он весьма эффективен. Надо убедить себя в том, что я могу изменить любое свое качество. Я в целом могу измениться. Конечно, мудрецы сказали, что иногда не хватит и жизни изменить одно качество, но они не сказали, что это невозможно. Чтобы убедить себя в том, что мы способны измениться или отбросить ту или иную дурную привычку, нам следует с вами вспомнить какую-то известную историю, в главной роли которой есть какая-то личность, которая начинала с нуля и, возможно, не верила в себя, но, тем не менее, достигла больших успехов. А, возможно, более эффективнее будет вспомнить какой-то личный случай из нашей жизни, где мы и не верили в свои возможности, но, тем не менее, у нас получилось, и мы доказали себе, что мы можем. Давайте постараемся вспомнить побольше таких жизненных ситуаций, где нам удалось, несмотря на то, что мы изначально не верили в себя, добиться чего-то, перевернуть ситуацию и больше в себя поверить. Давайте запишем эти ситуации, и именно этот список поможет в следующий раз убедить себя. Убедить себя, убедить, именно убедить себя в том, что мы, да, можем, и это нам под силу. Есть три основные причины, которые мешают нам поверить в то, что мы можем измениться. И это первое – воображение, второе – страх, третье – привычка. Давайте разберем эти блоки. Итак, воображение. Воображение искажает истину и мешает нам поверить в себя. Иногда воображение может сказать нам, что у нас есть очень большая сила, и мы можем справиться с любой ситуацией, хотя на самом деле это не совсем так. И наоборот. Иногда воображение рисует нам, что у нас не хватит сил, и мы не сможем преодолеть какую-то ситуацию. Не можем измениться. Если бы человек в действительности был осведомлен и знаком со своими истинными силами, он бы быстро и с легкостью бы смог измениться и преодолеть все блоки. Два – это страх. Страх изменения. Любой человек боится изменений. Изменения – это нечто неизвестное. И кто знает, что меня ждет там за поворотом? Поэтому подсознательно мы боимся перемен и изменений. И когда речь идет о каком-то изменении, человек интуитивно и подсознательно начинает бояться. И это нормально. Но надо знать, что это один из блоков, одна из причин, которые нам мешают меняться. И, наконец, третье – это привычка. Чем больше мы вовлечены и привыкли к определенному складу поведения и ходу мысли, тем, безусловно, сложнее нам меняться. Не спроста мудрецы говорили, что если ты хочешь что-то изменить или сделать, сделай это уже сегодня. Не оставляй это на завтра. Почему? А завтра будет тяжелее. Вот почему. Итак, дорогие друзья, подведем итоги. Истина заключается в том, что не нужно себя обманывать и говорить, что мы не можем измениться или поменять какое-то качество, мы или наши друзья. Каждый из нас может это сделать. У человека есть сила выбора. И эта сила пульсирует в любую секунду, минуту нашей жизни. Именно с помощью этой силы мы можем выбирать между плохим и хорошим. И не нужно себя убеждать в том, что мы родились в такой-то семье, или у нас определенный круг общения, или у нас определенный склад ума. Скорее всего, вы знакомы с известным испанским певцом Энрик Инглесиас. Знали ли вы, что его отец Хули Инглесиас был не только известным певцом на весь мир, но в молодости играл вратарем за клуб Реал Мадрид? Так вот, однажды в своем интервью он сказал, «Возможно, я не самый лучший футболист в мире, и возможно, я не самый лучший певец в мире, но я самый лучший певец среди футболистов, и самый лучший футболист среди певцов». Эту фразу я напомнил на всю жизнь. Поверьте мне, каждый из нас очень индивидуален. У каждого есть свой набор сильных качеств. Желаю вам удачи!